Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и Христу, и вовеки веков. Аминь. Христос Воскресе! Наши дорогие друзья, зрители телеканала «Союз», слушатели радио «Воскресенье», читатели православной газеты, сегодня в нашем эфире снова программа «Архипастырь», и на ваши вопросы ответит митрополит Екатеринбургский и Верхотургский Евгений. Владыка, благословите наших зрителей, радиослушателей и начало беседы. Хочется произнести вечные слова, которые пронизывают время, расстояние. Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! Владыка, ну и начнем нашу беседу, конечно же, с Воскресения Христова, праздника праздников и торжества из торжеств. Радуемся, переживаем светлую седмицу. Конечно, наверное, в жизни человека есть какие-то события, которые запоминаются. Рождение мы не помним, но какие-то наши человеческие события. Закончили школу, встретили каких-то близких друзей, какие-то яркие встречи, события. Но когда начинаешь сравнивать то событие, которое мы сегодня переживаем, проживаем в буквальном смысле, и наше человеческое понимает, что человеческое тускнеет. И сердце невероятно радуется тем сотням и тысячам людей, которых сегодня вижу в эти дни в храмах, то, что они способны воспринимать радость Воскресения Христова, радость Пасхи Господней. И вижу, как они воспринимают, насколько глубоко, насколько осознанно, насколько это важно для них. Хорошо, что в этом году выходные были так вот сопоставлены со светлой седмицей. И у многих людей есть возможность бывать в храме, проживать в полноте эту радость Воскресения. Ну и, конечно, то, что телеканал «Союз» дает нам возможность вместе уже не с приходом, не с несколькими приходами, а вот с такой огромной всемирной паствой встретиться на светлой седмицей и разделить радость Воскресения Христова, это большая милость Божия. Поэтому хотелось бы всем тем, кто сегодня с нами, всем тем, кто сегодня на Союзе, передать снова и снова эти слова пасхальной радости о Воскресшем Христе. Христос Воскресе! Воистину! Воскресе! Конечно, пожелать, чтобы радость эта была не только исповеданием наших уст, но чтобы это было содержанием наших сердец, наших помыслов, наших стремлений, чтобы это было целью нашей жизни – достичь в полноте причастности к Воскресению Христову. Да, и вот такой вопрос, как раз, чтобы вы на него сказали. Да, воскрес Христос, да, покричали мы Христос в Воскресе. И дальше-то что? Вот пошли покушали мяско, съели пасочку и дальше в обычную колею жизни? Вот как дальше жить после Пасхи? Ну, наверное, есть люди, у которых вот так вот оно, так банально, житейски происходит, что и покричали, и поели, и попили, и успешно забыли. Но происходит и иначе. Вот мы находимся сейчас на Урале. Урал – место особое, центр промышленности, металлургии. И мне довелось побывать на целом ряде металлургических предприятий и быть свидетелем тому, как вот некая энергия физическая изменяет свойства предметов, которые не изменяются в обычной жизни – металлы. Вот металлу сообщается колоссальная энергия нагреванием. И твердый металл, который способен там крушить какие-то постройки и камни, он становится жидкостью, которая легко вливается в формочки, приобретает эту форму и потом не меняет в течение столетий эту форму, сохраняя ее крепко-накрепко. У нас на Урале находится до 2014 года, это был крупнейший в мире пресс. Пресс, который сообщает энергию, уже не температуру, а кинетическую энергию, 75 тысяч тонн. Это немножко у нас не укладывается. Это как миллионы лет, вот так и тысячи тонн. Пока только один пресс в мире его превзошел, в Китае построили, 80-тысячный пресс. Но вот как этот пресс холодному металлу передает энергию, и после воздействия бесформенный слиток приобретает форму авиационного шасси, которые потом используются на огромных самолетах и испытывают колоссальные нагрузки, и ничего с ним не происходит. Это вот некий образ того, что производит энергия, но уже не физическая, а духовная энергия с человеком. Мы читали про, наверное, мы читали про то, как будущему апостолу Павлу, Савлу, явился воскресший Христос. И вот эту божественную энергию, энергию любви, которая воссияла в его воскресенье, он открыл ему, сообщил. И что произошло? Вот ветхий Павел был испепелен, и в этом огне родился новый человек, Савл, который что с ним не пытались сделать, какие нагрузки не пытались на него и иудеи, и елены, и свои же апостолы, язычники. На него эту энергию направлять, неприятие Христа, сомнений это не получилось. Он оказался как металл, крепким и несокрушимым. Посему мы сегодня вспоминаем с любовью святого апостола Павла. И то же самое происходило тогда с людьми, не со всеми. Ну, хотя бы вспомнить полковника, ну или как-то там называли сотника по имени Лонгин. Человек оказался в центре, в эпицентре. Он оказался у креста, там, где умер Христос, рядом с тем местом, где он в скором времени воскрес. То изменение, которое в нем произошло. Это не так, что человек что-то сказал, что-то скушал, забыл и стал дальше жить своей жизнью. Это судьба человека, который изменился, вектор жизни, который изменился. Знак изменился на противоположный и усилился во много раз. И вот когда мы сейчас приходим, вот когда, батюшка, вчера мы были на службе у вас в храме, вот тот огонь, та радость, которую излучают глаза прихожан. И я вижу, что это не что-то такое эмоциональное. Люди пришли на концерт, где какие-то обычные артисты что-то показывают. А это свет, который исходит изнутри сердца человека. Люди прошли непростой путь Великого Поста, личные борьбы, личные борьбы с грехом, своим личным. Люди, которые преодолели себя, и сегодня они соприкоснулись с воскресшим Христом, с его победой над смертью. И это соприкосновение, эта сила, глубина того изменения, которое происходит с людьми, она колоссальна. Не хочу сказать, что каждый, кто пришел на Пасху, на пасхальную службу, он как-то изменился. Но ведь, даже, говорит, вода, она точит камень. И человек, который хотя бы расположен так, что, Господи, я не знаю, я не понимаю, я не могу проникнуть в глубину того, что происходит, вот в эти тайны, которые здесь в церкви происходят. Но я бы хотел стать, осознать, стать свидетелем, носителем вот этой радости, этой силы. Я не сомневаюсь, что Господь даст этому человеку такую силу, такое усилие, таким штампом на него нажмет, таким огнем его нагреет, что человек изменится и станет вторым савлом, третьим лонгеном, станет свидетелем воскресения Христа. И несмотря на то, что есть люди, которые какие зашли, такие вышли, как горох об стену стукнулся и никакого даже следа не оставил, но есть люди, это самые дорогие люди, на которых воскресение Христово накладывает такой отпечаток, такую благую деформацию производит, что потом эти люди являются новыми апостолами, новыми проповедниками, новыми святыми. Пасха это открывает. Вы сейчас много ездите по приходам. Как прошли, на ваш взгляд, пасхальные богослужения, службы светлой седмицы? По некоторым статистическим данным, количество прихожан якобы уменьшилось чуть ли не в три раза. А некоторые аналитики в своих умствованиях доходят даже до того, что религиозность россиян уменьшилась. Вот что бы вы сказали по этому поводу? Ну, по счастью, возможность посещать приходы и городские, и сельские была не только на Пасху, она была и во время Страстной Седмицы, и во дни Великого Поста, и до этого. И скажу так, что, конечно, да, и священники, и настоятели, свидетельство о том, что людей стало меньше, но люди возвращаются. То есть постоянный приток людей относительно того, что было месяц, два месяца, пять месяцев назад, постоянный приток людей, он ощущается. И даже более того, вот как-то мы в беседе упоминали одно слово, один существенный фактор приходской жизни – это наличие или отсутствие общины в приходе. В тех приходах, в которых община не сложилась, ну, как-то вот люди приходят, уходят, свечки поставили, пошли, поехали дальше, то вот здесь действительно очень существенно уменьшилось число людей. Храмы, в которых священник, пастырь, работает с паствой, где человек формирует общину, очень быстро люди услышали призвать Святейшего и разошлись по кельям, как солдаты во время команды «Воздух», они моментально исчезают. Но когда отмена команды прошла, они снова становятся в строй, как один, еще более крепкий и сплоченный. Вот это происходит в храмах, в которых есть общины. Люди услышали уже призыв Святейшего Патриарха в храмы возвращаться, да, соблюдая какие-то эпидемические меры, соблюдая вот эти вот какие-то там дистанции и сохраняя по возможности здоровье друг друга, но людям очень тяжело было прожить это время от отдаления, от жизни церкви. И они сегодня возвращаются. В три раза? Нет, вот те цифры и наблюдения, которые есть у меня, говорят о том, что примерно в пике эпидемии на треть, где-то в половину, но больше все-таки на треть уменьшилось число людей и прихожан сегодня. Может быть, это связано с тем, что выходные дни, но храмы не только наполнены, а переполнены людьми. Вот где бы в эти дни не совершалась служба, в селе, в маленьком городе, либо в столице Урала храмы переполнены. Храмы переполнены, и это большую радость приносит и священникам, и тем, кто сотрудникам храмов, и, конечно, самим людям, которые переступают порог, погружаются в эту атмосферу радости. Я думаю, что из любого сражения, из какого-то сражения люди выходят с победой, из какого-то с поражением, но в любом случае, из любого победы нужно выходить с выученными уроками. Я думаю, что люди православные, христиане, мы с вами эти уроки должны выносить в том, что внешние обстоятельства могут быть любыми, но внутренний мир христианина ни в коем случае не должен меняться. Мы должны верить нашему Господу, верить нашему Господу Иисусу Христу, искать Его, и ни в коем случае, даже в страшном сне, не помыслить возможности разлучиться от нашей Матери Церкви. Как только есть возможность, конечно, необходимо быть в ней, жить с ней, дышать ее воздухом. Вот такой практический вопрос. Хотя «Светлая седмица», когда программа выйдет в эфир, уже закончится, тем не менее, он вот в этом году почему-то вызвал достаточно большую дискуссию, мы много писем получали по этому поводу, как причащаться над «Светлой седмицей». Очень много существует точек зрения от того, что вообще не надо причащаться, что надо причащаться, как обычно, исповедуясь, и заканчивая тем, что можно причащаться каждый день без всякой исповеди и так далее. И, к сожалению, тут батюшки немножко подливают масло в огонь, высказывая вот разные точки зрения. Как такое разномыслие понимать? Это разные практики или это к разному духовному состоянию? Вот вопрошающих людей священники подходят по-разному. Вот как правильно причащаться на «Светлой седмице»? Правильно, конечно же, так, чтобы это причащаться не в суд и не в осуждение, нелегкомысленно, но все и я. Всякий раз очень строго спрашивая себя, ты куда идешь, ты к кому идешь? Но я бы адресовал все-таки наших телезрителей снова и снова познакомиться с документом, который был принят нашей Церковью, субдокумент о причащении святых христовых тайн. Очень интересный документ, в котором просто, понятно, опираясь и на канонические установления, и обозначая некие практики, которые сложились в нашей Церкви, в жизни мирового православия, практики подготовки к причащению и причастия. Там обозначены границы, такой коридор. Вот от некой строгости, до строгости, которая говорит об очень внимательном и строгом отношении к подготовке к причащению святых христовых тайн, до практики очень частого, несколько раз в неделю причащения в обычное время. И, соответственно, вот в этом коридоре, как необходимые условия, это пастырь, священник, который, ну, как врач, он в аптеке много лекарств, но практически на каждом написано, обязательно консультируйтесь с врачом. Это не то, что лекарство плохое или аптека некачественная. Это то, что надо ко всему разумно подходить. И здесь же документ говорит о том, что необходима обязательно консультация, беседа совет священника, который посмотрит, определит состояние духовного человека и подскажет ему, как ему причащаться, не причащаться в конкретных обстоятельствах его жизни. Мне довелось, посчастливилось, вот так вот расти, жить, расти в приходе, который был очень тесно связан с одним из старейших по советскому времени приходов Москвы, всех скорбящих радости на Большой Ордынке. Это был как раз храм, который открыли во время Великой Отечественной войны, где находятся по сей день чудотворные иконы Божьей Матери. И кроме того, что там было много святынь собрано, там же смогли служить священники, которые до этого были либо рассеяны, либо в заключении находились священники, архиереи. Удивительный архиерей Владыка Киприан Зернов. И именно там собрались люди, которые сохранили традицию, еще дореволюционную традицию жизни Русской Православной Церкви. Именно оттуда, вот уже в наш приход, принеслась эта традиция, что на Светлой Седмице врата Небесного Царствия отверсты. Поэтому приветствовалась и всячески пастыри готовили своих прихожан в течение Великого Поста, чтобы на Светлой Седмице, конечно же, причащаться по возможности, по возможности причащаться. Каждый день, через день, уже это надо все-таки к этому серьезно относиться. Безусловно, трезвясь и серьезно относясь, но, да, впоследствии я тоже оказался в одном приходе, уже в Ярославской области, где настоятель строго, какой, что такое, кто причащаться, вы что, вы постились, ну-ка, сейчас же идите отсюда. Для меня это было немножко так удивительно и странно, хотя совершенно замечательный человек, священник-настоятель, но он воспринял традицию немножко из других регионов, из Украины, он прибыл, поэтому утвердил, что это явно живо. Но тех людей, которые ко мне обращались как к священнику, как к пастырю, я старался в течение определенного времени все-таки воспитывать и готовить таким образом, чтобы наступление Пасхи, чтобы не было сомнений и каких-то препятствий по возможности у людей к тому, чтобы причащаться святых христовых тайн. Грех не поститься великим постом, грех поститься на светлой седмице, в Пасху, но причащаться, коль скоро литургия совершается, причащаться, конечно, нужно. И по моему убеждению, которое я стараюсь транслировать тем духовным чадом, с которыми общаюсь, что если после тростной седмицы мы должны стараться жить свято, время проводить не в игрищах, а все-таки бывать в храме на светлой седмице, утром, вечером на службе, в перерывах встречаться с близкими, с друзьями, встречаться именно в пасхальной радости, в любви христианской. И в таком состоянии пребывая, естественным является причащаться по возможности во все дни светлой седмицы. Если уже у человека происходит какая-то ситуация, конфликт в семье, какой-то грех, который там вольно-невольно человек совершил, но, конечно, требует исповедания. Хорошо, если у человека есть духовник, есть возможность на светлой седмице поисповедоваться и продолжить общение с Охристом, во Христе через причастие святых христовых тайн. Простите, Володыка, я немножко, так сказать, вклинюсь. Вот мне кажется, проблема в том, что вопрос этот часто задают люди, которые не являются постоянными прихожанами. и они, ну, извините, так сказать, ищут какую-то лазейку, чтобы не готовиться, не поститься, ничего. Вот мы мимо пробегали, забежали, причастились, побежали дальше, потому что в эту неделю можно без исповеди причащаться. То есть для тех христиан, которые действительно ведут церковную жизнь, для них, наверное, этот вопрос, так сказать, не стоит. Но это не значит, что вот любой мимо храма пробегавший может, значит, зайти, причаститься, ничего не зная, вообще, что такое причастие, что это тело и кровь Христовы, и никогда не исповедовавшись, может, даже. И вот некоторое, так сказать, раздражение, что почему батюшки нас вот не причащают, на светлой седмице должны всех причащать. Мне кажется, что вот у этих людей, которые не являются воцерковленными, так сказать, людьми, вот у них, мне кажется, возникают такие вопросы. Ну, наверное, именно поэтому тот документ о причащении святых христовых тайн, в котором я вначале его упомянул, он, вот обозначая вот эти границы, от частой исповеди и причастия до того, что не надо причащаться на светлой седмице, вот ставит очень такую серьезную фигуру, духовник, человек, который полномочен и должен и обязан вникнуть в ситуацию и употребить вот эти возможности и экономии, и окривии с пользой для души конкретного человека. Бывает ситуация, что человек вот не церковный, не воцерковленный на Пасху, но он пришел и он такие открытия для себя совершил, и он такие шаги совершил, что пастырь, понимая, что для него сейчас, для этого человека является действительно важно, необходимо причаститься к святых христовых тайн, несмотря на то, что, как казалось бы, по внешности человек, например, не постился в полной мере все 40 дней. Здесь вспоминаются слова святителяна Златоуста «Придите и постившиеся, и не постившиеся». Но этот же пастырь, конечно, должен и ограничить легкомыслие неких захожан или прихожан, которые считают, воспринимают это как некую вседозволенность, всеразрешенность, а это не является. И вот такой практики на Пасху нет. Врата Небесного Царства открыты, но входят в эти врата те, кто понимают, куда они хотят прийти, и какие-то шажки посильные делают. Следующая тема, Валдыка, это царская тема. 16, 17, 18 июля все хорошо знают, ну, кто не знает, плохо, соответственно, но есть еще не менее почитаемая дата, это 19 мая, день рождения царя-страстотерпца Николая Александровича. Как к ней относятся церковные традиции, и какие памятные мероприятия к этой дате в Екатеринбургской епархии готовятся? Да, 19 мая, в день памяти святого праведного Иова Многострадального, родился государь-император Николай Александрович, и в этом году мы уже будем переживать, не вспоминать и переживать 153-ю годовщину его рождения для нас на Урале, для жителей Санкт-Петербурга это особые, не особые даты. И, конечно, очень хочется, чтобы именно вот опираясь на эти даты, вспоминая их, мы как-то приблизились умом-сердцем к тому, к той личности, которая пришла в мир именно вот в этот день, 19 мая. Что касается внешних обстоятельств, да, мы знаем, что будет в этот день на месте у нас в Екатеринбурге на месте кончины святой царской семьи. Служба и торжественная, и праздничная, и одновременно с таким оттенком скорби будет обязательно, мы будем молиться уже, правда, не за государя, а самому государю в этот день. Я спрашиваю его благословения на нашу жизнь. В Петербурге тоже уже традиционно проходят памятные даты, памятные события в эти даты. Вот, но, конечно, у человека, у личности государя хочется сказать, что, знаете, бывает, идешь по дороге, а дорога закатана асфальтом, крепко-накрепко, многотонными катками, и вот в этом, казалось бы, непробиваемом асфальте трещинка, а из нее пробивается вот такой росточек, цветочек. И понимаешь, какова сила жизни, которая пробивает, казалось бы, совершенно неподъемные вещи. Человек не способен как-то вот проникнуть сквозь эту толщу. А вот такой маленький цветочек, он нашел себе дорогу жизни. В этом отношении какими тоннами, какими пластами лжи было покрыто имя государя Николая Александровича после отрешения его от власти, после совершенно ужасного беззаконного его убиения, какие были силы брошены, средства на то, чтобы имя Николая Александровича либо было стерто из истории, либо чтобы оно стало именем со знаком минус. Во многом это получилось. Я сам тому свидетель, потому что, учаясь в школе, я воспринимал этот образ из мультфильмов советских и из учебников истории, и так просто из разговоров. И насколько неожиданным лично для меня было раскрытие личности этого человека потрясающего благородства, чести, любви к своей семье и к своей родине, он не различал одно от другого. Весь народ был его народом. В более зрелом возрасте была возможность ознакомиться с теми потрясающими деяниями, которые он совершил как царь русской земли, как правитель народа. Начиная от умножения народа и населения за 23 года его правления на 50 миллионов. Сейчас много говорят о голосовании, голосуйте за нас, голосуйте за нас. Здесь народ не шел на выборы, а он голосовал в пользу государя, царя-большего императора тем, что выражал доверие. Люди рожают детей и воспитывают детей тогда, когда они доверяют, когда они верят в будущее. А когда они не верят в будущее, они перестают это делать. Вот при государе они верили в свое будущее, не в светлое, которое будет когда-нибудь потом, а сейчас мы размножаться не будем, а именно тогда. И продолжая, конечно, теми свершениями, которые были освоение территории. Не так, как это впоследствии делалось, что забрасывали в Целину или в Сибирь людей, но фактически там в невыносимые условия, а наоборот, прокладывались дороги, строилась инфраструктура, туда приезжали люди, и те темпы, которыми это расселение происходило, говорят в пользу того, что человек невысокого интеллекта, человек низкой ответственности перед своим народом на это был совершенно не способен. Ну и более того, даже изучая какие-то события из мировой истории XX века, события после того, как прекратилось свое существование нашей империи, поданные государя, наши ученые, военные, рассеявшиеся по миру, в тех странах, где они оказывались, производили такие изменения, что в этих странах помнят имена этих людей. Построены дороги, заводы, самолеты, вертолеты, корабли. Это сделали те люди, которые были воспитаны во среде, которую сформировал государь императора Николай Александрович. Я считаю, что стоит 19 мая вспомнить его святое имя, обратиться к нему с молитвой благодарности за то, что он сделал в нашей родине, в нашей стране, с покаянием за то отношение, которое по сей день несправедливое отношение существует. Ну и, конечно, с молитвой о благословении нашего народа, наших правителей, наших воинов, нашей церкви, чтобы его молитвами народ утверждался, и церковь, и страна росла, развивалась. Я, конечно, призываю всех, у кого будет возможность в этот день прийти в храмы, прийти в храмы, помолиться, ну или помянуть добрым словом святое имя императора Николая Александровича. 16-го, 19-го мая в Москве пройдут 29-е образовательные чтения. Они больше известны как рождественские чтения, но в связи со сложной эпидемической ситуацией были перенесены с Рождества на пасхальный период и стали такими, можно сказать, пасхальными. Вы возглавляете Валдыко-Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, являетесь собственно организатором вот этого форума. Как он пройдет в этом году? Вы уже упомянули, что сроки проведения чтений перенесены. В этом году 29-е образовательные чтения пройдут 16-го по 19-е мая. Кстати, это уже не первый раз. Рождественские чтения образовательные один раз уже переносились. Они переносились в год кончины Святейшего Патриарха Алексея II в связи с известными событиями проводились позже. И вот в этом году в связи вот с этой эпидемией нашедшей они тоже перенесены, но, по счастью, не только не отменены. Но вот тот замысел, который Святейший Патриарх Кирилл влагал, вкладывал в перенос сроков. Я вижу сейчас, насколько это все было оправдано и правильно. Был вопрос, либо проводить, как обычно, вот в те сроки в конце января онлайн, онлайн с минимальным участием людей, которые смогут приехать, чтобы там собрести какие-то обстоятельства, либо перенести на май месяц, но провести вот уже так полноценно, чтобы люди имели возможность встретиться лицом к лицу. И вот сейчас организуя эти чтения, я вижу, что именно так оно и получается. Чтения перенесены не только в сроках, но и немножко в территории. Уже традиционное, всеми любимое открытие, торжественное пленарное заседание, которое проводилось в Государственном Кремлевском дворце, перенесено в концертный зал Крокус в Москве. Соответственно, мы сейчас там зачисляем регистрацию участников. Заявок было на личное участие было прислано значительно больше, чем 6 тысяч мест, которые есть в этом зале. Поэтому мы вынуждены несколько сокращать заявки с тем, чтобы как-то сбалансировать количество участников из разных регионов епархии страны и мира. Люди заявились, люди планируют приезд. Огромное число интереснейших встреч. Я бы сейчас хотел и вам, и нашим телезрителям сказать несколько таких зашифрованных слов, которые помогут тем, кто хотят физически поучаствовать в чтениях, принять участие в них, а тем, у кого нет возможности приехать в Москву, не лишиться возможности принять участие в чтениях. Дело в том, что было разработано приложение для телефона, смартфона. Оно называется «Прав образ бесплатное». Устанавливается на любые телефоны и на Apple, и на Android. прав образ. Это приложение достаточно просто и быстро устанавливается, и через него осуществляется навигация по всем мероприятиям рождественских чтений. Там можно увидеть, какие направления семейное, школьное образование, служение военных священников, тюремное служение, культура, взаимоотношения церкви и общества. все 17 направлений отражены. Можно выбрать направление, увидеть по какому направлению, где, когда, во сколько, в каких местах будут проходить встречи. Можно увидеть, какие доклады будут звучать, какие люди будут участвовать как докладчики на мероприятиях. Можно, есть у нас мероприятия, в которых ограничено присутствие людей, можно зарегистрироваться прямо там из этого приложения, что я хочу принять, я буду. Все, чтобы гарантированно у вас там было место, чтобы вас уже там ждали. Есть возможность посмотреть по дням, в какой день сплошняком проходят какие мероприятия. Можно посмотреть по площадкам, мы выбираем соборный храм Христа Спасителя. Это главная площадка, где происходит наибольшие число мероприятий. Увидеть, что если вы туда приедете, проведете там день, то в каких мероприятиях будет возможность принять участие. Очень удобно и с точки зрения именно организации возможности участия людей, чтобы оптимально провести, оптимально эффективно провести время, все там создано. Ну и более того, те площадки, на которых будет онлайн-трансляция мероприятий, там приведены все ссылки, прямо там можно будет, оттуда можно будет войти в форум, в площадку и, соответственно, посмотреть, принять участие. Так что я предложил бы посмотреть, найти у себя в телефоне это предложение, прав, образ, зарегистрироваться, там все интуитивно понятно, выбрать свои формы участия, ну и принять участие в этом масштабном общесуркованном форуме с пользой для себя и для тех людей, с которыми мы общаемся. Володяка, вернемся на Урал. 25 мая память Семена Верхотурского, второе обретение его честных мощей, как пройдут торжества в Верхотурье и можно ли приехать паломникам? Нужно приехать паломникам. Духовная столица Урала, Верхотурья, традиционно, накануне Дня памяти Святого Праведного Семена, 24 мая отправится электричка, о которой на телеканале «Союз» идет много информации. Трудно не увидеть, не заметить. Мы приглашаем, конечно же, собраться, приехать. Я не знаю, как во всей стране, но у нас сегодня на Урале просто прекрасная летняя погода, буквально летняя, просто тепло, поэтому чистое светлое небо и вот я надеюсь, что Господь благословит и на День памяти Святого Семена Верхотурьского такая погода будет. А если не такая, то пусть это не будет препятствием, когда для нас погода была препятствием. Вот приехать и разделить это празднование в весенний День памяти Святого Праведного Семена Верхотурьского. Конечно, напряженная обстановка с точки зрения вот этой эпидемической ситуации сохраняется, поэтому никто нам не говорит о том, что не надо соблюдать те меры, которые предписаны, какие-то масочки, какие-то антисептики, какой-то вот аккуратность в общении друг с другом. Это безусловно так, но то событие, которое нас собирает, тот святой, под чей покров мы сможем прийти, он для нас много значит. Я надеюсь и искренне верю в то, что те, кто отправится в это путешествие, не лишатся тех даров, которые ожидают получить от Святого Праведного Семена. А вот сам монастырь, какие-то там произошли изменения за последнее время в плане восстановления, реставрации, когда-то речь шла даже об открытии там Уральской лавры, ну вот как-то это немножко отошла эта тема, что-то этому сильно мешает, вот как дела с монастырем самим? Я бы сказал даже не столько о монастыре, сколько о городе Верхотурья. Город очень изменился в лучшую сторону за вот прошедшие даже там пять лет. Ну, кто бывал в Верхотурье и кто сейчас попадет, это не может не ущутить, потому что центральная площадь города, которая раньше была, не видна. Были какие-то вот огромные деревья, кустарники, заболоченные какие-то низины. Сейчас это все очень красиво, открыто, благоустроено, открывается простор, просто красота. Покровский монастырь, женский Покровский монастырь, город Верхотурья, который в этом году празднует свое 400-летие, он преобразился, он просто прекрасен, он радушно открывает свои двери для всякого паломника, поэтому это еще одно свидетельство возрождения Верхотурья как духовной столицы. А что касается Никольского монастыря, ну, опять же, невооруженным глазом видно, что Крестово-Звиженский собор претерпел очень серьезные изменения. Было приложено огромное силы и средства к тому, чтобы его внешний облик стал таким, каков он сегодня. Братский корпус приведен в достопрожный порядок. Трудами отца Иеронима и братья благоустроенного территории, но монастырь настолько большой, настолько много там было нашими благочестивыми предками построено, что это требует еще колоссальных усилий, чтобы быть возрожденным. И мне довелось буквально месяц назад участвовать вот в таком межведомственном совещании, в котором принимали участие и руководители нашего региона с помощниками и представители Министерства культуры, подразделения охраны памятников, которые отвечают за федеральные программы, и представители меценатов уральских. И очень серьезно, и очень внимательно, и конкретно, буквально по пунктам, говорили о том, какие необходимо предпринять усилия, чтобы к 300-летию Екатеринбурга, который уже совсем скоро мы будем встречать, чтобы к этому времени произвести полноценный капитальный, закончить, завершить полноценный капитальный ремонт как Крестово-Сдижненского собора, так и ряда построек на территории монастыря. И эта работа не будет закончена 300-летием, она будет продолжаться, но очень конкретно, очень предметно, ответственно разговор ведется. Я думаю, что также ответственно будет вестись не только разговор, но и те дела по программам реставрации, которые мы запланировали. Раз уж мы заговорили о монастырях, какова сейчас ситуация в печально прославившемся Среднеуральском монастыре, и какие перспективы его ожидают в ближайшем будущем? Да, сегодня монастырь закрыт. Монастырь закрыт решением суда. Суд счел те обстоятельства, которые перед этим были ему представлены со стороны целого ряда ведомств, более чем достаточными, чтобы на какое-то время приостановить жизнь обители и устранить те нарушения, которые были найдены. Но я бы сделал акцент не на этом, а вот чуть дальше по времени. Церковь свое слово говорила неоднократно устами митрополита тогда Екатеринбургского и Верхотургского Кирилла, ныне Казанского, Татарстанского Вадыки, который, как никто иной, был глубоко погружен и хорошо осведомлен, что происходит. Эти позитивные, безусловно, процессы, которые наблюдались в обители Среднеоральской и те проблемы, которые производил на свет духовник обители, тогда еще с Хиегумен Сергий. Вадыка пытался пастырскими, архипастырскими, человеческими методами привести состояние этого человека к нормальному состоянию православного христианина, священника и пастыря. Но мы знаем, чем это закончилось, завершилось, что Схиегумен Сергий выступил, как противопоставил себя, лично себя противопоставил церкви, свой монастырь приходом и монастырям, заявляя о некой абсолютной исключительности этого места, его личности и его последователей. И вследствие чего, после нескольких заседаний церковного суда, епархиального, общего церковного суда, он был лишен священного сана. На сегодняшний день он не является членом церкви. За него нельзя в церкви ни частичку вынуть, ни свечку поставить, в ожидании покаяния и возвращения его в лоно церкви, как монаха. А то, что последовало впоследствии, ну вот оно является логичным предложением. Человек, который себя вот таким образом отверг, отсек себя от тела церковного, он дальше пошел обличать государство, власти, государство в ответ сказало свое слово. Сначала церковь, святейший патриарх сказал, что вы не являетесь не священником, более не членом церкви. А впоследствии государство сказало, что, ну, коль скоро вы хотите навести порядок за три дня в стране, сначала государство наведет порядок у вас в обители. И прошли множество проверок, было действительно выявлено множество нарушений и на основании их государства приняло те решения, которые мы сегодня со стороны взираем. Да, пришли судебные приставы, они опечатали помещение. Сегодня в монастырь нет возможности войти. ни у меня, ни у священников, ни у тех людей, которые привыкли туда приходить. Он охраняется судебными приставами и нарядами правоохранителей. Работают эксперты, которые выявляют состояние зданий и какие возможности их исправить. Соответственно, при участии государства же формируется команда строителей, которые будут эти нарушения устранять. И когда это окончится, то печати будут сняты, охрана государственная будет снята, монастырь будет возвращен церкви, русской православной церкви. И мы будем возобновлять, восстанавливать там жизнь. При этом слова, которые произносились ранее, я их опять же сейчас повторю, потому что те люди, которые жили в обители, те люди, которые провели там годы и годы своей жизни, положили труды, они смогут вернуться при одном условии, только при одном условии. Они должны вернуться как чадо церкви, не как последователи конкретной личности, для которых эта личность существует и больше не существует никого. Это болезненное состояние, губительное состояние, а как чадо церкви, принеся покаяние перед церковью, перед святейшим патриархом, перед митрополитом Кириллом, которого, к сожалению, очень так больно ранили своими высказываниями. для нас каждый человек, кто там жил, он безусловно дорог. Я сегодня общаюсь с этими людьми. Есть некоторые люди, которых пелена буквально спала с глаз. Мы даже этим вопросом не задумывались. Но хотя бы такой пример, он важный, что сегодня священнослужители, которые сначала был запрещен извергнутый сана бывший схиегумен Сергий, затем были предупреждены священники, которые там служат, что братья, есть каноны апостольские постановления, постановления соборов, вселенских соборов, которые говорят о том, что если вы сослужите с человеком, который лишен сана, вы себя подтвергаете, то есть вы за это должны быть лишены сана. И как полагается, были направлены одно, второе, третье предупреждения. Вот так была построена жизнь в монастыре, что до некоторых из них лично не доходило. И было принято церковное решение о лишении их сана, невозвратное решение. И сегодня они говорят, а нам даже не говорили, а мы даже не знали, мы там в лесу сидели и не слышали, не думали. Но вот, к сожалению, незнание закона, оно не освобождает от ответственности. конечно, мы живем не по закону, мы живем все-таки в благодатной среде, но есть определенные принципы, которые действуют как в армии, как в медицине, но если уж ты не понимал, но что-то отрезал, то ты несешь за это ответственность. Если ты человека убил своими деяниями, а получается, что вот эти священники, по факту, они были лишены жизни, как священники, из-за той позиции, которую занимал их духовный руководитель. Это колоссальная трагедия, это рано, но каждый из этих людей дорог, и сегодня прямо либо косвенно мы пытаемся с ними налаживать какие-то отношения, налаживать в общении. Я бы очень хотел, чтобы это общение привело к возврату всех в лон, матери, церкви. Как будет выглядеть, как будет организована жизнь в обители, это вопрос времени, когда хотя бы мы сможем получать возможность попасть на территорию. Но скажу лишь одно, что жизнь вот на этом месте, она будет продолжаться, и она будет продолжаться в интересах людей, людей церковных, людей не церковных, таким образом, чтобы это место сохраняло за собой вот такую харизму духовной лечебницы для людей, которые будут приходить туда. вот так, наша сегодняшняя встреча завершается, и просим вашего напутствия. дорогие братья и сестры, дорогой батюшка, в эти дни, в пасхальные дни любое слово тускнеет на фоне слов о воскресшем Христе. Христос воскресе, воистину воскресе, и пусть эти слова и каждый день, и каждый час, и каждую минуту звучат в нашем сердце, в нашем уме, не просто звучат, а согревают и радуют нас и внутри, и вовне. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе, Христос! Благодарим вас за беседу. А зрителей приглашаем присылать свои вопросы на электронную почту телеканала «Союз», на обычную почту телеканала, передавать по телефону. Благодарим за внимание. Христос воскресе! Воистину воскресе, Христос! Славацу и Сыну и Святому Духу, и ныне и Пристос! И вовремя и веков! Аминь!